Всем снова привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, мы продолжаем играть в третьем дивизионе за отбросов. У нас осталось 8 игр, нам бы нужно выигрывать титул, мы пытаемся набрать 25 тысяч монет, что сделать вы понимаете очень сложно и у нас ограниченное количество времени, чтобы набрать эти 25 тысяч монет, чтобы открыть пак, где будет 12 игроков, все золотые и 3 карточки будут рарными. Может быть даже информ выпадет, черт его знает, в общем пытаемся сделать, пытаемся набрать денег, для этого нужно играть много игры, я стараюсь, надеюсь что мы сможем набрать 25 тысяч, даже в принципе если не наберем, то откроем 2 пакта точно успеем открыть по 7500, но там уже естественно будут помимо игроков разные предметы, хотя наверное даже круто было бы 1 пак за 7500 открыть ей, пак за 25, потому что мне нужны контракты и все такое прочее, если у меня не будет контрактов, мне просто некем будет играть. Я даже не знаю, что у меня там по контрактам то. Так, 9, 8, 5, 21, 6, ну да, с контрактами все не очень хорошо. Вот зато, не, ну в принципе мы наверное протянем, так вот если по большому счету, но особо надеяться не приходится. А вот наш первый соперник на сегодня, Испания с первым информом Гризмана, Неймар, Бейл, прекрасно, супер. Хорошее испытание, Болтом Канти против отбросов. Поехали. Хорошо, и нет офсайда, ну-ка, ну-ка! Был офсайд. Почему Варгас ты сейчас не забил? Там зверь одинок сидит на скамейке спасных. Блин, там офсайд, наверное, на кончик носа. Хаммис Родригес, Крулл отбивает прямо на Торомана. И это мне еще повезло, что там Тороман был. Ну что же, вот такой вот первый тайм. Естественно, с его составом он должен был забивать, мне кажется. Но мы пока что сдерживаем. Неплохо комбинируем, но, как видите, игроки мои устают. И устают очень сильно. Я думаю, даже Челхану Гуи вместо Снайдера вот сюда выпустить. Центр Лукаку и вместо Варгаса Сау на фланг. Посмотрим. Все три замены я сразу сделаю в середине матча. И второй тайм мы проведем именно так. Инан, ты что, шутишь, да? Пяткой пас? Вот так вот. Вот такой вот пас пятки ты отдаешь. Мы сейчас сами себе привезем гол, мне кажется. Варгаса Сау на фланг. Варгаса Сау на фланг. 0-1. Я сказал, что мы привезем. Я отобрал у него мяч, и он пришел к нему снова. 0-1. Как это? Ну, почему он не отобрал, точнее? Это же Инан был. Он подошел, взял мяч себе вроде бы уже в ноги и просто отбежал куда-то. Миранда вместо Джея Родригеса. А Миранда это тот, который защитник. Он еще в педзащитник в теле будет играть? Ты мой состав видел, чувак? Какие нафиг педзащитников? У тебя Бэйл с Неймаром. Ты играешь в педзащитниках. Выигрывай 1-0. Ну, хотя бы в другой стране, в третьей дивизион. Может, у него там вот этот матч вообще все решает. Сау, хорошо прошел. Пас на Лукаку. Сау, ну! Нет, мы не забьем. Инан. Ой, хорошо. Матью, иди. Пас и Джер Родригес. Да как? Ну, в пустые... Не, я говорил, что мы не забьем, да? Вы помните? Пару секунд назад. Я говорил, что мы не забьем. Играть теперь делает все, чтобы я не забил со стопроцентной позиции. Что вот тут мешало забить мне? Ой, куда этот пас? Я пытался с центра отдать. О, ужас. Опять на 3 метра пасы пошли вообще в никуда. Все, добро пожаловать в ФИФУ-15. Он снова начинает делать некоторое дерьмо. Здесь я как бы ни на что не претендую. Здесь был отвратительный удар. Еле-еле летел. В итоге выскочил. Но как здесь я не забил? Ну вот скажите, кроме удара нужно было что-то еще нажимать? Я нажал просто удар в ближний угол. Что делает? Родригес бьет прям по центру. Это все. Второе поражение в третьем дивизионе. Отлично. Начал. Ну, у нас в каждой серии теперь начинается поражение. Я думаю, в принципе, можно было бы, наверное, форму уже применить им. Хотя вот у кого-то он по 99. Взять куб. Выделить сюда. Маркович на фланг. Лукаку там вообще ничего не показал. Так. Джей Родригес. С Антоном. Отсюда. Вот так. Так. Маккарти отстал. Ну, да. 83. Если сюда мыть, веди сразу. Так. Анази тоже как-то не вариант. Но это только если Туре выбирать, ставить Акбонну. Тогда тут будет, нет, 80. Почему? Ну, что ж, идем играть второй матч. Может, у этой серии три будет. Я не знаю, поскольку мне матчи надо выиграть в серии, чтобы набрать 25 тысяч монет. Но нам как минимум нужно сыграть этот дивизион. Третий. Нет. Соперник ужасная задержка. Ищем другого. 81. Рейтинг. Лукаку. Миральес. Волкот. Фэр. Рэмси. Лушер. М-м-м. Ну, защита. Два защитника и вратарь из испанской лиги. Все остальное пайлочко. Фэр. Реально очень труднопроходимый парень. Высокий. Мощный. Ничего, давайте, ребят, собрались снова. Ну, нужно снова настроиться на лад такой, когда мы бегали и катали. Давай, 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 давай. В контратаку. Что было? Да вы серьезно? Мяч же у меня. А, хорошо. Давай, 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 давай. Варгас Пепе тут ошибается. Привозит. Пас пяточкой. Лолана убрал. И Фенесик. Ну, не с правой ноги же, Лолана. Возможно, он так пробил, потому что у него правая ведущая. Но я хотел, чтобы он слева и в дальний угол закрутил. Лукако и это голд. Ну, без вариантов. Просто, когда проходит такая атака, и я пытаюсь переключаться на защитников нужных, меня переключают, например, на левого защитника или на центрального нападающего. Когда я пытаюсь, собственно, и в защите обороняться. Ну, и учитываю, что в таких моментах, если игрок проходит, то у вратаря у меня нет. Считайте, пустые ворота простоят. Вот приходится как-то не доводить до удара. А когда не получается, взлетает. Анази. Джей Родригес. Нет офсайда. Идет дальше Джей Родригес. Передача. Прекрасно. Анази. Маркович. Мимо. Нормально. Сейчас еще подавим на них. Джей Родригес снова без офсайда. Пенальти. Я шел на это. Я шел на пенальти, да. Делал финт, он меня снес. Бит ли карточка защитнику? Нет. Судья считает, что достойное наказание это пенальти. Хорошо. Он попал в мяч, да. Но только он ударил в мою ногу и от моей ноги уже мяч отскочил. Поэтому пенальти. Ну, давай посмотрим. Где нет? Хочу Джей Родригес, чтобы забил. Потому что Джей заработал в пенальти. И меня очень вовремя звонит телефон. Я сейчас забиваю и жму на паузу. Мы забили. Круто. Так, празднуем. Все. Очень вовремя. 1-1 Да я говорил, мы будем давить. Мы будем давить и мы забьем. Теперь все сначала. По новой. Снова ничья. Была нулевая в начале матча. Теперь 1-1 Ничего не изменилось, по сути. Не радец. Прострел. Ну, как он? Ну, никто его не держит. 1-2 Крус стоит. Типа, вроде как. Ну, пацаны, ну, че вы там не защищаетесь-то? 1-3 А я знал. Я знал. Маркович, прострельщик и... Варгас. Ты должен был забивать. Варгас. Лолана. Обратно и... Опять мимо. Хорошо, спокойно. Ничего не было. Ладно. Это было очень странно, почему он сейчас не забил. Уходит он защитник или нет? Ну, вроде как уходит. Удар. И... Маркович. Да. Мы уже в первом тайме отыгрались. Один мяч, точнее, отыграли. Хорошо. 2-3. Нас ничто не сломит. Я вам вот серьезно говорю. Вообще ничего не сломит. Казалось бы, сколько раз можно было уже просто бросить все это? Когда... Не то, чтобы руки уже перестают делать что-то осмысленно. Когда игра начинает настолько поддаваться сопернику, что... Просто не можешь понять, как вообще такое происходит. Так, Джей Родригес хорош. Лалан, в принципе, тоже. Но я чувствую усталость. Поэтому выпущу Челхану Глу. Выпущу Сау на фланг. И, наверное, даже передвину его на свой фланг. Ну, то есть, вот, который будет сейчас к нам ближе, потому что мы будем направо атаковать. Что ж, второй тайм, поехали. Пора отыгрываться. Сантуон, ну, ты, если отобрал, только отбирай до конца. А Нази выкатил меч на Миралес. И тот с бага хотел забить, как забил третий мяч за Лукако. Когда вратаря убрал. Так, Озекюб, хороший пас. Варга, снова мимо. Не удивлен. Буду продолжать дальше. И мимо. Снова мимо. Ничего, нормально. Идем еще раз в атаку. Наш настрой так просто не сломит. Давай, давай. Вы посмотрите, как я его катаю. Просто ведь раскатываю. Сау, прошел. Прошел Сау. Что за пас? Маркович снова на добивание от штанги. Дубль он делает. Ну, вы видели, просто... Как хорошо, что Кассирис мяч вот так отбил, а? Ой, как хорошо, а? Три-три. Вот так вот Маркович тут дубль делает. Хорошо. О, Кассирис снова с центра поля бежит. Ну, я, в принципе, ничего другого и не ожидал. Только в этот раз меч-то у меня еще остался. Сау. Ой, как прошел. И фенесиком в Кассирис попадает на добивание. Если Маркович сейчас бы еще и хитрик сделал. Добивательный хитрик я бы это назвал. Так, ладно, пока мяч у нас. Ази Куб очень сильно устал. А, сколько у меня замен, так, кстати? Ну, по идее, вполне нормально у меня должно быть замен. Нет, у меня одна замена. Ну, тогда Матюиди выходит. Все остальное я оставляю. Крул, пожалуйста, молю тебя. И он сейдет. Мяч наш, Матюиди. Выкатывает, 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 выкатывает. Маркович прострел нужен. Ну, кто-нибудь. Мяч все еще наш. Сау. Удар плохо, очень плохо. Все, 3-3. Ну, не знаю, я считаю, что все-таки мы могли выиграть. Да, мы отыграли 2 мяча. Мы проигрывали 1-3. Показали характер. Сыграли ничью на 3-3. Ай, какого, блин, черта. Крул у меня уже, который матч с повязкой капитанской. Надо убирать капитанскую повязку у него. Маркович 8-8. Дубль сделал. Вот реально никогда не думал, что Маркович станет игроком матча у меня. Победа, ничья и 2 поражения. Тем временем мы набираем 12 тысяч, но до 25, вы сами понимаете, что это очень далеко. Давайте я посмотрю так. Нужно доиграть дивизион, во-первых. Потом я буду, наверное, продавать игроков. Есть там у меня золотые нерарные, которые не особо будут использоваться мной. Сразу же мы сейчас сыграем третий матч. Маккарти вот разучится сюда. И все так прекрасно. Поехали. Третий матч в серии. Палец вверх, друзья. Сразу, да. Соперник найден. У него форма МЮ. У него полностью состав МЮ. 83 рейтинг. 3 защитника, 2 опорника. 2 флангов игрока. Ну и 3 форварда. Фактически с форвардом в оттяжке. Это демария. Хорошо. У него, кстати, да. Я не сказал, что у него Дебрюйна. Он не из МЮ. Дебрюйна в этой эфире реально очень хорош. Сколько я им не играл, он меня радует. А знаете, кто меня еще радует? Варгас. Надеюсь, что радует. Ну? От штанги. Бум, бэйби. 1-0. Третья минута отброса выходит вперед. Вот так вот поймали. Люкашоу на ошибки. И Варгас. Какой голец. Какой голец. В дождь играем. Я думаю, что все равно будет рубка. Так как мы видели его состав. И за счет игроков он может затащить. А мы затащим за счет командной игры. Варгас. Легко. На дриблинге Варгас. Ну, думал я передачу дать. Чуть-чуть пусть не успел. Торман. Да, лучше от греха подальше. Варгас. Давай, 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 давай. Тащи, братюнь. Вот так вот. На финтах. Передачка-то какая. И Джей Родригес. Блин. Я просто думал, что он сразу подойдет и с касания пробьет. Поэтому я нажал удар тут же. А потом, когда я увидел, что он не добегает, уже не успел. Ничего предпринять. Инан. Ой, что вытворяем. Варгас. Лолана. Аккуратненько. Раскатка. Ой, раскатка. И Лолана. 2-0. Разве это не прекрасно, друзья? Разве это не великолепно? Я думаю, что да. Это великолепно. Ой, ой, ошибка. Демария. Заброс. Фалькао. Крул. Крул стоит. Ему нормально. 2-1. Фалькао отыгрывает первый мяч. Хотя, что, я что-то так сказал, как будто он сейчас и второй отыграет. Нет, фигня. Фалькао не отыграет. Ронни 2-2. Ну, как бы... Ну, я пытался. Я пытался его установить. Для меня душе я все-таки иногда надеюсь, что, когда мои защитники пройдены и я уже ничего не могу сделать, то, может быть, мой галкипер. Хотя, нет, я не надеюсь. Ну, что ж, вот так вот выигрывали 2-0. Пропустили 2. Теперь счет уже 2-2. Так, Матюиди тогда вместо Инана подуставшего. И больше я, наверное, никого менять не буду. Хотя Маркович как-то в этом моче не очень. Ладно, если что, Сау выпущу. Пока еще побегом. Так. Матюиди, Лолана. Маркович. На дриблинге. Варгас и... Прямо по центру-то зачем? Кабуль уронил. Не было никакого нарушения правил здесь, естественно. И вот такая вот передача. Маркович. Вошел в штрафную. Остался все еще удар. Маркович, что ты... Что ты творишь вообще, а? В прошлом матче дубль, сейчас гол забил. Ты становишься психом, Маркович. Круто. С правой, в дальнего. 3-2. Теперь мы выходим вперед. Я все-таки, наверное, поменяю схему. На более оборонительную, но... Не так, чтобы консильнее. Вот так. То есть, Матюйди, Маккарти, Лолана. А, вот сюда, в центр я поставлю. Сау, пожалуй. А вместо Маккарти, потом... Либо Анази выпущу, либо Челхан угол. Он, видимо, ничего не сделал. Но он же паузу ставил. Не знаю, может, тактику поменял. А, Лоик Рэми вышел вместо дубль. Крул, ты сделал осмысленный вынос? Помогает, Крул, помогает. Подумаешь. Я еще и вышивать смогу. И на машинке тоже. Матюйди, Маркович. Маркович сегодня, ну, в принципе, да. У меня тут сегодня. Вы это несколько серий подряд смотрели. Что? Что? Погодите. Я нарушил? То есть, я нарушил. Не он. Я. Рэми. Рэми. 90. О, господи. Зачем, Матюйди? Зачем ты руками его держал? Зачем, Матюйди? Вот зачем ты его сходил? Он тут же упал. Вы посмотрите, ой, бедный. Двухметровый, огромный черный Лоик Рэми. Его, Матюйди, задел рукой. 3-2 вели. Не, 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 Руни. Не, 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 не. Руни, не. Я не прыгал! Я не прыгал! Я знал, что он будет по центру бить. Крул, иди, короче, знаешь куда. Я, блин, я задницу порву, чтобы 25 тысяч пак открыть, и чтобы там выпал вратарь. Ну, и, как вы поняли, задницу я порву соперником. Красиво, САУ! Ну, я не знаю, если и тут не забить. Маркович, ты, че, ну, просто, я в шоке. В шоке, а че, че я могу еще сказать? Как мы опять не забили в стопроцентном моменте. Я отдал пас, все, там уже на пустые ворота, и пас, кажется, криво отдался. САУ, 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 давай, давай, выход один в один. Ну! Оу, еее! Ммм, супер, САУ, 4-3. Я чувствую запах победы витает в этом дождливом деньке. А как я прибежал мне меча? Не, не, главное не убегать, главное не убегать. Марки, че-то, меча сам убежал. Как бы, как бы, окей. Блин, проблем. Филейнит, наверное, не кал стал, да? Маркович! Просто бешеный какой-то Джей Родригес! Все, все, можешь успокоиться. 5-3. Да, детка, вы посмотрите, Маркович. Просто монстр. Я и вообще не думал, что он так раскроется. Джей Родригес, золотая наш манечка. 5-3. Что? Лои Крыми побежал вперед? Лои Крыми, наверное, еще и гол мог бы забить. Ну что, 5-3, ребят. Прекрасная победа, я считаю. Мы молодцы. Да, Кабуль, радуется. Варгас, Лолана, Маркович, Сау и Джей Родригес. Забивали. Эти 5 мячей, реально. Посмотрите, как у нас на всю команду аккуратно. У нас в этом матче вообще не было такого прям форварда. Варгас свой забил, Лолана свой забил, Родригес, Сау, Маркович, то есть каждый игрок по одному мячу забил. Это значит, что мы очень разнообразно играем. У нас нет там одних сновесов на одном игрока или постоянно какой-то пассы. Ну, игра-то была равной, но вы же знаете, кто лучше. 5-3. 7 очков набираем. Так, осталось 5 игр. 5 игр, 5 игр, 5 игр. 2 выиграть мы остаемся в дивизионе. Если выиграем 2. И еще, по сути, 2 бы выиграть, и мы даже перейдем во второй. Но пока не будем загадывать, все и так идет очень хорошо. 19 600. Нужно 25. Ух, я чувствую, я тут просто... Просто с ума сойду зарабатываю все. Это Маркович. Держи контракт, пожалуйста. Кого я уже сразу могу продать? Давайте посмотрим, чтобы монетики-то у нас были. То есть я не смогу контракты продавать, потому что у меня их особо нет. Маркович. 21 матч, 7 голов, 6 голевых, из которых там за последнюю пару матчей точно несколько было. Каско. Сколько стоит Каско? Больше, чем 650. А, слушайте, он даже тысячу стоит. Нет, 950. 800. Так, хорошо. Я поставлю его тогда за 650 стартовым, потому что цена квиксела. И за 800 продаж на час. Рафаэль абсолютно мне не понравился. Он стоит больше, чем квиксел. Кстати, его не так много на рынке. Давайте за 400 поставим. И так 600. Да, тут уже есть 600, но... Ну, 550. Хорошо. Не буду больше сравнивать. Рафаэль уходит дальше. И Байгомес. Ладно, оставлю. Маккартика, Бультура. Квариарелла. Вот кто-то нам не подходит. 400. Самая большая ставка 400. А сколько так за 300 продавать, да? Было бы реально прикольно, если бы его купили. Янсен. Что ты стоишь? То есть, к экселит тебя можно за 300 монет. А ты стоишь очень неплохо, Янсен. 1600. 1500. Так, давайте ставим 1000. И 1500 самая большая. Выставим на трансфер. Я надеюсь, что мы заработаем на этих трансферах деньги. Геи. Но я все-таки решил, что не буду тебя использовать. Но ты стоишь квиксел, так что лучше тебе продать сразу. Надхон тоже. Хотя, черт подери, может это стоит больше, чем 300 монет. 450. 400. В принципе, я могу выиграть сотенку монет. Рера. Тоже на продажу. Фернандеш, я тебя сразу к экселин, чувак. Ты как вышел, как напропускал. Парень из Бенфики. Ну, допустим, 300 стартовая. Вента оставляем. Родригес. Джонсон, странозащитник серебряный продаем. Манкос, Политана оставляю. И все, эти все игроки ничего не стоят. То есть, они стоят 0 монет, потому что они в бесплатных паках выпадали. И все остальные тоже. Играть-то будет кем, только там, наверное, сыгранности не будет, если я вообще в 0 иду. Сколько у нас до конца паков осталось? Через 8 часов. Вот, когда я записывал, начинал первую серию в этот день записывать, оставалось 11 часов. То есть, я уже 2 с лишним часа записываю подряд. И вроде неплохо идет. Увидимся в следующих сериях. Надеюсь, я все-таки наберу 25 тысяч монет. С вами был Джек Шепард. Спасибо за просмотр. Мы очень хорошо стали играть. И это благодаря вам. Счастливо.